На полном позитиве только что мы вручили 11 ключей от новых квартир в нашем системе здравоохранения и образования. Сегодня у нас в понедельник, вроде бы везде это считается тяжелым днем, как в простонародье говорят, но у нас в понедельник в Есепи сегодня выдался очень удачным. Новые квартиры в системе здравоохранения и образования, счастливые семьи с детишками побежали сейчас смотреть квартиры. Это, наверное, такое событие, которое очень важно. Но и очень важно, что у нас на территории Есепского муниципального района продолжаются наши традиции, которые, слава богу, сложились за прошлые пять лет. И одна из компаний, которая четко и соблюдает эти традиции и идет нам навстречу, именно нам навстречу, решая наши муниципальные проблемы, сложности, трудности, потому что не все мы можем обеспечить финансированием из бюджета. И с компанией «Новотек» мне приятно подписать очередное соглашение, которое также направлено на те нужды, которые муниципалитету сегодня явно не решить. Просто реально, если бы не компания «Новотек», мы в этом году, наверное, гораздо позже бы открыли наш дом культуры, после капитального ремонта, потому что у нас сегодня не хватает катастрофических денег на приобретение оборудования, обеспечить все, звук, свет на сцене, уже установлены кресла. И Дмитрий Валерьевич пошел навстречу, и именно я согласовался с ним, что часть денег из соглашения, помимо того, что они будут направлены на другие нужды, очень важные тоже в районе будут потрачены на приобретение вот этого всего оборудования. Я надеюсь, мы вместе откроем потом зал, я думаю, что через некоторое время пройдут конкурсные процедуры, после подписания соглашения о поступлении денег в бюджет, пройдут конкурсные процедуры, и мы приобретем оборудование, и его все установим. Поэтому, а это на минуточку касается всего Кисепского района, от малого до великого. Вы прекрасно знаете, средства массовой информации, наши преспонденты, что там у нас и ветеранские организации, и детские кружки, и много-много другое. То есть диапазон кингисепсов, которые будут посещать Дом культуры, это разновозрастной, это очень большая категория, и это на минуточку, ну не сотни, а тысячи людей, которые будут пользоваться этой муниципальной услугой. Обязательство, которое мы брали перед населением в ближайшее время открыть Дом культуры, мы его откроем. И я очень надеюсь, сегодня я проинформировал службу губернатора о том, что подписывается данное соглашение, и как раз был согласовывался день приезда губернатора в Кингисепский район. Рабочая дата поставлена 30 апреля, если у губернатора на эту дату к тому времени возникнут непредвиденные обстоятельства, Александр Ильич Дрозденко будет у нас, и мы надеемся, вместе откроем наш Дом культуры. Именно в таком виде, чуть более небольшом оно началось на год раньше, разными, двумя мероприятиями, не стоит их сейчас упоминать. Также хотел добавить, что наше сотрудничество это не какая-то небольшая акция, это мы действуем в рамках социально-экономического партнерства, которое Новотек во всех регионах, где присутствует на территории Российской Федерации, старается проводить такую политику, сотрудничество с местными властями. Я думаю, что такая помощь в свое время, наверное, всегда очень важна и существенна, поможет действительно ввести в эксплуатацию новую построенную Дом культуры. В том числе наши сотрудники, проживающие на территории Кингисепского района, смогут детей своих отводить и сами пользоваться этим. Я думаю, что это общее благо, общее достижение, и мы рады в этом участвовать.